Как царь, возвращающийся обратно с победы в войне, он несет с собой трофеи, золото, бриллианты, серебро, все то, что он там набрал, и раскидывает в опьянении победы, и раскидывает эти трофеи в разные стороны, толпе ликующих горожан. И кому что, он не разбирает, он кидает, несмотря на то, откуда он берет, несмотря на то, кому он это бросает. И кому-то попадает монетой золотой по голове, серебряной, каким-то бриллиантом или украшением, или жерелем, и чем-то еще. Этого настроения царя он не разбирает. Мы на Радхаятри так иногда делаем, мы разбрасываем не монеты, а бананы и другие фрукты. Я как-то очень сильно увлекся, мы были сашеланниранжиным махаражем на Радхаятри, на ВДНХ. И я там был приглашен вместе с ним, как переводчик, на колесницу туда, и мы должны были там раздавать людям фрукты. Он раздавал, а я разбрасывал. И Неранжиный махараж быстро обратил мое внимание на то, что так, как я делал с фруктами, делать было неправильно, потому что я кидал, несмотря на то, что бананы довольно увесистые фрукты, и яблоки тоже, и они попадали людям, причем один из нас он был как рикошетом по нескольким головам, пропрыгал какой-то фрукт, и махараж сразу указал мне на это. Я пожурил и сказал, что не нужно так делать, это неуважительно к людям. Но потом, буквально несколько месяцев назад, я сейчас познакомился с одним преданным. Так делать не нужно, дорогие преданные, я могу подсердить. Так делать не нужно, потому что слово «но» — это не в пику тому, что махараж мне сказал, но просто вопреки даже таким неумелым попыткам раздачи милости, неправильным. Мне преданный сказал один, мы с ним познакомились, говорит, знаете, я был на той хоринаме, на той разхаятре в толпе зевак, мне попало бананом по голове. И вот с тех пор, говорит, я стал преданным. Что-то в этом банане было. Помню, говорит, вы его бросили в меня. И вот когда он меня ударил по голове, этот банан, что-то во мне включилось. Вот, Господь, читания со своими спутниками так разбрасывают все то, что... Чират Адаттам Ниджагупта, вид там, то, что долгое время хранилось под семью печатями. Чират Адаттам означает, долгое время не давалось никому. Адаттам. Адаттам означает неданное, недадено никому было долгое время. Ниджагупта, вид там, это особое вид-то сокровища, которое Ниджагупта можно перевести как сокровище. Моё сокровище спрятанное мной или спрятанное мною сокровище. Ниджагупта означает, я сам спрятал так, чтобы никто не смог найти. «Сва према намамрита». Что же это за сокровище? Говорится, это сва према, любовь к себе эстетическая, любовь, которая намамрита сплетена с именем сва мамрита или заключена в святое имя. Между именем Кришны намой и премой нет никакой разницы. Это синонимы в наше время. Два названия одного и того же состояния. И вот это было скрыто за семи печатями. Но Панчататва взломали семи печатей, сломали все замки на этой сокровище. И стали раздавать щедро всем. И сами наелись вначале, а потом стали раздавать. Потому что пока ты не наелся, ты не понимаешь ценности этого. Как вот на воскресном перу. Так важно, чтобы раздатчики вначале ели то, что раздают. Они не будут жадничать, они будут очень великодушны. Хотя опытным, серьезным раздатчикам даже этого не нужно. Они просто радуются радости преданных, которые получают просады. Они могут вообще поститься и раздавать от того, что они едят с радостью, от того, что они едят устами преданных, то, что они раздают. Но так и наше. Они наелись и раздали щедро. Все эти экстатические эмоции, которые неслыханные, которые не положены нам, до которых нужно долгое-долгое время идти этими извилистыми тропами ведического пути.